Ситуацию на границе и провокацию Армении мы обсудим с нашим гостем. На прямой связи со студией директор Центра Истории Кавказа Резван Гусейнов. Резван Алим, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас и ваших уважаемых зрителей. Благодарим вас. Ну, как мы с вами наблюдаем, на словах одно, а на деле совсем другое. На фоне прошедших трехсторонних переговоров, которые состоялись недавно в Москве, Армения снова дестрибизирует ситуацию на границе и за три дня до встречи в Брюсселе. Стоит ли ожидать от Армении мира? Ну, мы неоднократно повторяли, что Армения, к сожалению, а может к счастью, не является политическим субъектом. Она ничего не решает, она является всего лишь проводником, в основном, внешних сил и тех сил, которые внутри самой Армении, внутри политического ситуацию формируют и ее не контролирует Башиня. После вашингтонских четырехдневных консультаций, к сожалению, было ожидаемо, что затем визит Башиняна в Москву обернется от очередной эскалации, потому что внешние силы не хотят терять контроль над конфликтом, продолжать менеджмент конфликта и ревностно относятся к тому, что Запад, в первую очередь США, пытаются выстраивать свою площадку для переговоров. То есть мы сегодня имеем три площадки – Вашингтон, Брюссель и Москва. И сегодняшнее обострение на границе у села Зорк, Басарпичарского района, еще раз нас наводит на мысль о том, что Армения не может, не способна сдерживать свои слова, и, к сожалению, каждый раз то, что мы предлагаем за столом переговоров, затем приходится решать военно-политическим путем, и исключением, наверное, не стал, к сожалению, и этот эпизод, который мы сейчас переживаем. Резон Алим, ну вот деструктивная политика, а также дезинформационная война, которую ведет Армения, никак не влияют на мировое сообщество, но при этом мировое сообщество также никак не реагирует на провокационное поведение Армении на границы. Как же все-таки привлечь внимание международного сообщества? Я думаю, нам давно уже пора забыть про мировое сообщество. Это аморфное понятие, ничего себе не содержащее. Международное сообщество, которое 30 лет в лице того же самого Минска, Клуба ОБСЕ и ее сопредседателя, ничего не сделало для решения конфликта. Основными акторами являются в этой ситуации политическое руководство Азербайджана, наши партнеры и союзники, братская Турция, те страны, которые вместе с нами за интеграцию, стабильность в нашем регионе и расцветание. Ну и, конечно, азербайджанская армия как гарант того, что и международное сообщество, и остальные игроки рано или поздно примут и принимают все новые реалии, в том числе геополитические, которые мы создаем в нашем регионе. Изуман, в результате провокации, которые были совершены в ночь 10 на 11 мая, погиб азербайджанский военнослужащий, а еще один получил тяжелые ранения в голову. И возникает вопрос, неужели Армения вновь повторяет ту самую свою традицию, когда за очень короткое время до переговоров она усугубляет ситуацию намеренно. Спрашиваете, для чего? Возникает вопрос, для чего? Ну, как я уже отметил, Армения не является субъектом. К сожалению, мы постоянно пытаемся фокусироваться только на Армении. Она ничего не решает, а тем более руководство Армении является марионеткой в руках внешних сил. Как я отметил, есть определенные внешние силы, которые не заинтересованы в том, чтобы мирный диалог привел к разработке мирного договора, и страница, вот эта горькая страница конфликта в нашем регионе была перевернута. Поэтому Армения всего лишь инструмент, рычаг в руках этих внешних сил. Лизан Малим, я благодарю вас за ваши ответы и напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Кавказа Резван Гусейнов